Саша сделал небольшое введение в мою проповедь. Мы договорились. Я думаю, что вы поняли, что тема сегодняшней проповеди моей тоже будет о страхе или о боязни. Я позволю себе прочитать местописание. Это написано Прыччем 29 глава 25 стих. Прыччем 29 глава 25 стих. «Боясь пред людьми, ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Скажите, пожалуйста, бояться – это плохо или это хорошо? Смотря чего. Ну, правда. Смотря чего, да. Потеря вообще любого страха – это тоже не совсем нормально, да? Когда мы говорим о подростках, у которых часто бывает отсутствие любого страха, они совершают, бывают, какие-то глупости. Ну, мы можем вспоминать себя, когда, ну, еще друзья тебя под... настраивают или говорят, что ты что боишься. И в эти моменты с людьми случаются серьезные проблемы. Поэтому говорить, что... Или отсутствие любого страха, то есть страх от чего? Или какой страх? Но Библия говорит, мудрый Соломон говорит, что боясь пред людьми, даже вроде бы как будто бы не страх, хотя это слово, оно переводится одинаково. Его значение – это робость, это беспокойство. Порой это переходит в панику, в ужас, испух. И противоположность этому – это уверенность и безбоязненность. Вы боитесь кого-то? А есть люди, которых вы боитесь? Друзья дорогие, есть люди, с которыми мы боимся встречаться. Даже порой в церкви. Мы хотим их обойти стороной. Мы хотим, чтобы он не заговорил, не спросил. У вас бывало такое? На работе, начальник. Есть такое? Я помню, когда я сдавал экзамен по обществоведению, это был мой 10 класс, выпускной экзамен, и я так боялся, чтобы мне не попал билет. По-моему, это был билет 18-й. Потому что там я хорошо знал все, но там был вопрос, что такое материализм и идеализм, и объяснение этих понятий. Но дело в том, что в комиссии сидел директор школы, а у меня с ним уже были разговоры относительно этого. Поэтому я знал, что у меня будут проблемы, а ответить по-другому я не мог. И я весь сжался в комок. Я выходил к этому столу, чтобы вытащить билет. И я молил Бога, чтобы мне не попал этот билет, но мне попал именно этот билет. Знаете, иногда Бог приводит в нашу жизнь тест, делает такой экзамен. И то, чего мы боимся, больше всего боимся, оно приходит в нашу жизнь. Бытие, когда мы читаем Бытие, там описывается история Авраама. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал царе, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, и тебя оставят в живых. Скажи же, что ты сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива душа моя, была душа моя через тебя. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. У обстоятельства Авраама сложились так, что он вынужден был идти в Египет. Он хорошо знал нравы той страны. Конечно, сидя здесь на скамейке, живя в 21 веке, нам легко рассуждать и думать о том, какой нехороший Авраам, и как плохо он поступил. Как это можно было вообще додуматься до такого? Нам трудно, потому что это исторически разделяет нас в очень далекое время. Нам трудно понять вообще логику их мышления, как они понимали. Но я думаю, что Авраам тоже не рассчитывал на такой исход. Авраам забоялся, он убоялся за свою жизнь. И что повлекло его, боясь? Это повлекло его на обман. Его обман ему не помог. Он попал в проблему, с которой Богу пришлось выпутывать своего человека, Божьего человека. Бог избавил его, Бог вывел его с этой ситуации. Фараон действительно обратил внимание на его жену. Конечно, вопрос, ну, Авраам вышел в 75 лет, сколько уж было его бабушки? На 10 меньше, ну, 65. Но, тем не менее, он попал в саму проблему. Как проблему решить? Его страх, его боясь перед этими людьми. Подтолкнули его, как-то выкрутиться с этой ситуации. Он выкручивается, но попадает проблема в том, почему мудрый Соломон уже спустя время, наверное, смотря на жизнь Авраама, на жизнь Исаака, он смотрел на историю и видел, как люди попадали в проблемы. Он говорит, боясь перед людьми, ставить сеть. Это сеть, в которую попал Авраам. Авраам не мог выпутаться с этой историей. Слава Богу, был Бог, который стоял за Божьим человеком. Он поразил тяжкими наказаниями фараона. Фараон призывает Авраама и говорит, что это ты со мной сделал? Ты хотел мой дом погубить? Потом история повторяется с Исааком. Он приходит к этому, к Амалику, к царю Анхусу, и попадает, не к Анхусу этому, а к Амаликитянскому царю, как его звали? Авимилех. К Авимилеху, и попадает в ту же самую историю. Тоже обманывает. Ну, благо, тот не успел жену забрать. Вовремя увидел. Увидел, что у них отношения вообще-то не сестры и брата, а что-то другое там. И он тоже позвал и говорит, что ты со мной делал? Там интересно написано, впервые упоминается покрывало. И он дал Авимилех покрывало. Закрой свою жену, чтобы его не видели. Так вот, история говорит о том, то есть, история, знаете, есть такое одно интересное выражение относительно, что такое история. История учит тому, что она ничему не учит. То есть, что это означает? Люди все равно наступают на те же грабли, попадают в те же сети и делают те же ошибки. Хорошо, когда мы учимся, действительно. Но я верю в то, что Библия или Божье Слово, оно оставлено нам для того, чтобы научить нас. Иногда в нашу жизнь приходят ситуации, подобно Авраама. То есть, когда мы сознательно идем в какое-то место, мы сознательно движемся в каком-то направлении, зная, что там нас ожидают определенные проблемы, и нам придется из них как-то выпутываться, как-то объясняться, как-то решать эту проблему. А иногда получается, как с Петром. Вы помните, апостол Петр, он еще ученик, он идет за Иисусом, он любит его всем своим сердцем. Иисус попадает к Пилату, Иисус попадает в дом первосвященника, Иисуса судят, его учитель в опасности. Библия говорит нам, что ученики разбежались. Но Петр, рискуя собой, своей жизнью, он рассчитывает на то, что его никто не узнает. Он рассчитывает на то, что все обойдется. Он рассчитывает, он любит Иисуса. Его отречение не было спровоцировано тем, что он был против него, он был за него. Именно любовь к нему, привязанность, сердечная привязанность, она потянула его именно туда, где был Иисус. Но он не ожидал такого вопроса. Иногда есть вопросы, на которых мы не ожидаем. Они приводят нас в панический страх. И мы способны делать дела или делать ошибки, на которые, казалось бы, никогда бы не могли подумать, что мы способны на это. И это служанка, которая задает вопрос, а ты был с ним? И его реакция. Я не знаю этого человека. И он делает это один раз, второй раз, третий. Иногда мы очень сильно уверены в себе. Я помню рассказ одной сестры, это было у нас в Запорожье. Они ездили на Рождество, и по селу пели рождественские песни. Это были времена гонений, еще не было свободы. Они были настолько привязаны к руководителю молодежи. И, ну, естественно, проблема, когда они начали это делать, то сельская власть арестовала или взяла руководителя молодежи и повела в сельсовет. Но перед тем, как он, ну, короче, его забрали, он там стоял, и вся молодежь, они же солидарны. Они же руководители молодежи любят. Они все стали возле сельсовета. Ну, это такая демонстрация. И, ну, они готовы освобождать своего лидера. Они стояли возле сельсовета. Ну, естественно, для властей это было, ну, не совсем приятно. Толпа людей, молодых людей, незнакомых людей. Это откуда-то приехали, с города, и здесь стоят возле сельсовета. Они отправляют этого руководителя молодежи и говорят, скажи им, чтобы они по одному заходили сюда, и мы будем их всех переписывать. Ну, и он выходит и говорит, говорит, молодежь, если сейчас выйдет кто-нибудь из конторы и назовет ваше имя или позовет вас в сельсовет, я вас прошу, первое, что делайте, разворачивайтесь и в другую сторону, насколько можете быстро. Вы меня поняли? Потому что он пытался, чтобы они ушли, но они очень хорошо все поняли, только одна сестра поняла все наоборот. Она очень сильно хотела пострадать за Господа. И она стоит, слушает Его, как она слушала, она поняла все наоборот. Выходит с сельсовета человек и говорит, первое, заходи. она и зашла. Говорит, у меня голос пропал. Он спрашивает, как меня зовут? А я говорю и себя не слышу. Руки дрожат, все дрожит. Говорит, я увидела, на меня панический страх напал. Хотя перед этим, она очень храбрилась, она готова была за Господа. Друзья дорогие, Бог посылает в нашу жизнь ситуации, в которых проверяет нашу веру. И иногда наша вера не оказывается достаточного качества, достаточной твердости, чтобы быть смелыми. Возможно, ситуация Авраама, он не был еще достаточно сильным. Петр, это было начало его пути. Но, дорогие друзья, Петр, когда он забоялся людей, первое, второе, что случилось, он отрекается от Господа. Он попадает в сеть. С сети очень трудно выбраться. А потом мучения, потом страдания, потом переживания. И снова же таки Господь приходит на помощь ему и выпутывает своего человека из его проблемы. Он говорит, любишь ли меня? Он говорит, так, Господи. Наша жизнь, она полна ситуаций, в которых нам нужно противостоять, как-то стоять, что-то проявлять. И от того, как мы реагируем на эту ситуацию, во многом зависит наше отношение с Богом и даже наше будущее. Страх приходит перед исполнением Божьей воли. Страх приходит тогда, когда тебе нужно заявить, что ты христианин. Знаете, люди, которые употребляли или употребили первую рюмку вина, особенно с христианских семей, обычно сделали это, потому что боялись общественного мнения или, вернее, мнения своих друзей. первая закуренная сигарета у подростков – это часто тоже боязнь, чтобы не сказали, что ты слабак и ты боишься. А фактически это боязнь. первая таблетка или наркотик, который пользовали люди чаще всего, это под peer pressure, под давлением мнения толпы, в которой ты оказался. Как это происходит? Очень, понимаете, эти примеры, они как штампованные. Дьявол ломает людей одинаково на работе пари, универсарий какой-то, праздник. То ли это перед даже рождеством, или, возможно, в компании какой-то праздник. И там есть пари, там есть фуд определенный, но появилось шампанское и тебе наливают стакан, но тебя уважают. Может быть, ты новый человек на работе, тебе неудобно, ты еще не успел заявить, да в принципе вокруг тебя полно верующих людей, они заявляют о том, что они христиане. И в этот момент начинает ломаться твои убеждения. Потому что внутренность твоя говорит, она кричит против, потому что ты научен так, Святой Дух побуждает тебя к другому действию, тебе нужно заявить, что ты делать этого не будешь, потому что ты христианин, потому что ты так убежден, потому что ты так делаешь, но в этот момент приходит дьявол, поверьте, он знает Писание лучше, чем ты. он тебе напомнит о том, что пей и не упивайся, он тебе вспомнит все случаи с Библией о вине для того, чтобы успокоить совесть, но она не успокоится, она не успокоится, боясь пред людьми ставит сеть. И что дальше? Вы знаете, когда ты один раз не сказал нет, второй раз сказать нет сложнее, а третий раз сказать еще сложнее, и ты запутался, потому что у тебя уже сложилось определенное мнение, как заявлять о том, что ты христианин, если тебя видели выпившим один раз, второй раз, третий раз, ты не заявлял об этом, а что теперь делать? Скажи нет, один раз и второй раз сказать нет будет легче. Друзья, дорогие, Бог поставил нас в позицию города, стоящего наверху горы, и это роль, которую я и ты должен исполнять. Именно от тебя ждут Слово от Господа, именно от тебя ждут Евангельского света, именно от тебя ждут правильной жизни. Ты должен об этом заявить, переступая через страх, переступая через свою дрожь, переступая через свою немощь, дрожащим голосом, заяви об этом. ты христианин, боясь пред людьми, ставит сеть. А потом что получается? А потом страх публичного покаяния? А что подумают обо мне? Хотя обычно, когда согрешал, то там было немало людей. Но тогда почему-то стыдно не было, а вот когда покаяться, стыд приходит. Знаете, откуда? От дьявола. Потому что это сеть. А потом страх исповедания, страх рассказать, что сказать, язык не поворачивается. Стыдно. Друзья, дорогие, это сеть, которую увлекает дьявол всего-навсего каким-то небольшим, возможно, паническим, каким-то даже ты не ожидал от себя страхом. Да, ты храбрился, ты говорил, ты заявлял сам себе, что ты скажешь, ты заявишь, ты... Но ты этого не сделал, боясь пред людьми ставить сеть. Иосиф сказал нет. И его бросили в тюрьму. Его ситуация не стала лучше, но это возвело его на престол. и он стал человеком Божьим. Пойми, что наша брань не против плоти и крови, она против духов, против начальств, против мироправителей. И даже тот самый близкий, самый родной, самый дружественный тебе человек, который предлагает тебе что-то, что противно Богу, противно церкви, противно святым. пойми, что в тот момент им управляет абсолютно другие силы. Иисус сказал Петру отойди от меня сатана. Может быть это резко, но по-другому нельзя. За грехом нельзя шутить, потому что ты запутаешься в сеть, ты залезешь в болото, он заинтересован, чтобы затянуть тебя в это болото, чтобы ты оттуда никогда не вылез. Боясь пред людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Первая банка пива у некоторых сопровождалась словами, что ты святой такой, святее всех, и возможно ты забоялся быть святым, а Бог хотел, чтобы ты был святым. Или ты что-то другое сделал, неприлично оделся, пошел туда, куда не надо, сказал то, чего не говорил никогда, не хотелось быть святым, не хотелось быть белой вороной, попал в сеть, а потом другой грех, а потом дальше, глубже, а потом выпутаться невозможно, и кается стыдно, и жить некак. Откуда депрессии берутся? Откуда настроения теряются? Откуда поражение за поражением? Из-за боязни? Знаете, что это? Все то, что я привел, это жизненные ситуации, в которые мы попадаем. Откровение Иоанна говорит, здесь вера и терпение святых. Тебя еще не гнали, ты еще не стражался до крови, у тебя еще не было противостояния жизни или смерть, но в этих моментах очень многие подростки ломаются именно из-за того, что мнение друзей не совпадает с Писанием, а здесь вера и терпение святых. Молодежь, взрослые люди, друзья дорогие, Бог хочет сделать нас сильными. Если ты в день бедствия оказался слаб, прытчи 24 10, то бедна сила твоя. Не пастор виноват, не мама с папой, не руководитель молодежи. Если в день бедствия ты оказался слаб, то бедна сила твоя. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы мы вооружились той же мыслью. Христос пострадал за нас. Или другое местописание официанам говорится, что вы, когда придет день злой, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам все преодолевшие вы могли устоять, вы могли противостоять. Злой день приходит в твою жизнь, и ты его иногда не ожидаешь. Иногда ты можешь предчувствовать, что там придет злой день. Но если у тебя нет силы противостоять греху, и ты знаешь, что там, подобно Аврааму, тебя могут спросить, не иди туда, если не можешь заявить. Видите ли, мир ожидает, и даже христианский, он ожидает заявления Божьих людей. Он ожидает от них слова нет. Он ожидает от них твердой позиции. Они хотят видеть пример, пример подражания. Библия говорит, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. И апостол Павел Коринфянам говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом. Скажите, какая главная мысль в этом стихе Писания? Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Главная мысль это исполнение Святым Духом. Главная мысль это исполнение Святым Духом. Если мы не считаем Писание и не исполняемся Святым Духом, мы не можем противостоять. У нас нет силы и ее не будет, потому что сила у Господа, укрепляйся Господом и могуществом Его силы. Друзья дорогие, Божьи люди, записанные в Библии, боялись ли они? Проходил ли у них страх? Боялись. Чем они отличались от нас? Они могли переступать через свой страх. Когда Моисей 80 лет находился в пустыне и пас своих овец, он увидел куст, который горит и не сгорает, и он услышал голос оттуда, Бог начал говорить с ним. Моисей боялся идти в Египет. Он знал, что о нем там знают, и его появление в Египте это смерть. но он переступил через этот страх. Он преодолел страх и пошел, чтобы исполнить Божью волю. Илья, пророк, который думал, что он один, но Бог говорит ему иди, я соблюл тебе еще семь тысяч, а ты иди, и он выходит навстречу, совершает то, что Бог ему сказал. Друзья, дорогие, 1 Тимофею 1 глава 7 стих. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Он не дал нам духа страха. Он не дал нам духа боязни. Он дал нам духа силы. Евреям 2 глава 15 стих. Евреям 2 глава 15 стих. «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Дальше. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет всеми Аврааму». Это местописание говорится о том, что Бог послал своего сына на эту землю, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Люди, находящиеся в мире, они через страх находятся в рабстве. Люди через страх попадают в рабство греха, пытаются выпутаться и не могут. Но Иисус пришел для того, чтобы избавить от этого рабства страха. Поэтому Библия говорит, помыслите о протерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Мой призыв, дорогие мои, страх проходил и он будет проходить. Мы живем в таком мире, который, как Александр сказал, полон страхов. Люди боятся многого, всякого и всего. И Исаия говорит в 8 главе 12 стихом не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Есть такая теория заговора или всемирного заговора, и христиане в эту теорию тоже верят. Исаия говорит, что не страшитесь и не бойтесь. Это они боятся. Филиппийцам апостол Павел говорит, не страшитесь ни в чем противников. Это то, к чему призывает нас Бог. Друзья дорогие, если ты в день бедствия оказался слаб, если ты сломался, если ты поддался давлению твоих сверстников, и ты сделал что-то, о чем мы говорили сегодня, а может быть больше, хуже, потому что после рюмки, после того, как выпил, человек не способен адекватно мыслить, он становится нетрезвым, он не контролирует. Вы, возможно, скажете, что в зависимости от того, сколько, ну, конечно же, я знаю одного человека у нас в церкви, который покаялся, это было в Запорожье, он говорил, я всегда знал сколько, у меня был щелчок такой, я вот щелкнула, и все, я перестал, а потом в один момент оно не щелкнуло, я напился так, что я не знал, как я домой приехал, а потом оно перестало щелкать и дощелкалось до того, что стал белочка появилась, белая горячка называется, галлюцинации, бесы появляться начали, и в этом состоянии люди впадают в другие грехи, страшные грехи, в тяжелые грехи, потому что это сеть, попадает в блуд, попадает в неправду, попадает в разврат, запутывается так, что не сами не могут выбраться, ни люди помочь не могут. Поэтому Библия говорит страха их не бойтесь, укрепляйся Господом и могуществом Его силы, не бойся заявить, что ты верующий, не бойся заявить, что ты этого не делаешь, не бойся заявить, что ты думаешь по-другому, скажи об этом, мир ожидает от тебя проявления Божьего света, мир желает видеть христиан, которые сильны в Боге, которые способны заявить об этом. Есть только два страха, которые христианину нужно иметь. Это бояться Бога. А еще женщинам или женам бояться мужей. все остальное страх перед людьми, перед человеком. Друзья, Бог не дал нам духа страха. Откровение, 2 глава, 10 стих. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. А дальше в последних главах или в 13 главе говорится, что боязливых же и неверных не хочу говорить дальше участь. Друзья, дорогие, будьте верны до смерти. И Бог обещает венец жизни. Давайте помолимся Богу. Аминь. Аминь.